Надо понимать, что мы практически действуем как на территории одного государства в подобных случаях. Что Россия в отношении наших граждан, что мы в отношении российских граждан. И тут не может быть никаких иных вариантов, как защита интересов России и граждан Российской Федерации. Это все в мире знают. Поэтому накручивают там чего-то, что в Беларуси задержали и так далее. Дмитрий Федорович, а как? Иначе. Вот у нас единая система. Человек, который прибывает в Беларусь, там заселяется и так далее. Его сразу, мы же айтишная страна, в компьютере высвечивается фамилия красным шрифтом. То есть он находится под вниманием чьим-то. А красный, я образно говорю, красный цвет, так посмотрели, такой-такой человек. Что надо сделать? Надо разобраться. Может быть, человек совершил убийство, еще чего-то. Мы же не знаем, мы видим только фамилию. Вот мы и уточняли, что к чему. А после этого началась накрутка. Разные незыгарьи ваши и прочие... Они не наши. Нет, российские. Дмитрий Федорович не наши. Вот. У нас таких на территории нет. И вот разного рода такие каналы начали накручивать ситуацию. Правда, один наш оппонент очень серьезный, что меня удивил, сказал, слушайте, а как белорусы должны были поступить? Они же должны были выяснить, что это за человек. А то, что она будет отпущена, не вызывает сомнения. Так он сказал до того, как ее там выяснили все обстоятельства. Поэтому вот я специально привел вам свежий пример, как это иногда делается. Правда, у нас уже другая конспирология. Тут многие начинают говорить, может быть, и все они это специально сделали, как лаковая бумажка, чтобы проверить Беларусь на отношения к России. Если это так у кого-то, то это глупость несусвертная. Нам это не надо. Что же касается белорусско-российских отношений, то президент особо подчеркнул, именно сотрудничество на уровне региона в свое время спасло межгосударственные связи в целом. Подробности в наших следующих выпусках.